Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Раиль Арсланов и добро пожаловать на мой музыкальный блог. Решил начать новую рубрику под названием Разборы новых музыкальных альбомов или по-другому Отзывы, моё мнение о новых вышедших музыкальных альбомах. Под мой прицел сегодня попадает новый музыкальный альбом группы «Изверия. Страха нет». Давайте приступим к обзору и посмотрим, о чём этот альбом, стоит ли его вообще слушать. До официального выхода альбома «Звери. Страха нет» Рома давал интервью, в котором он ответил на вопрос, каким же будет его новый альбом. И как он сказал, он будет молодёжным, подростковым, весёлым, ироническим, огрызающимся и даже позитивным. На мой взгляд, большинство из этих прилагательных для описания альбома очень даже подходят. А сейчас я буду говорить своё субъективное мнение об этом новом альбоме. Так что, если у вас есть кое-какие возражения по поводу моих мыслей, пишите всех в комментариях, я их обязательно прочту. Для оценки каждого альбома я буду по десятибальной шкале ставить оценочки к новым альбомам. И альбом группы «Звери. Страха нет» на мой взгляд получает по десятибальной шкале 5 баллов. В первый день, когда я столкнулся с этим альбомом, я невольным образом прочитал отзывы других людей об этом альбоме. И был несколько шокирован. Сказать 50% наверное мало, около 70% и 60% людей были недовольны этим альбомом. И он получил отрицательные оценки. Большинство людей говорило что-то наподобие «Фу, если ещё один альбом группы «Звери» будет таким же, то я прекращу слушать эту группу» и что-то в этом роде. На мой взгляд, эти комментарии были неоправданы. И под общей волной негатива многие люди начали не любить данный альбом. И под этот негатив, ребята, также попал я и при прослушивании не оценил его должным образом со своей точки зрения. Поэтому, ребята, прежде чем принять какое-то решение о товаре, отстранитесь, прослушайте один отзыв, другой комментарий и примите своё субъективное мнение. Ну, конечно же, не на основе прослушанных отзывов, то есть не попадая под волну негатива или позитива, если даже вам не нравится, например, альбом. А попытайтесь проанализировать, почему нравится альбом, почему нет и примите своё субъективное мнение. Если вы прослушали альбом ещё один раз только, я вас очень-очень сильно прошу прослушать этот альбом ещё раз. Именно так раскрылся для меня альбом «Страха нет». То есть после второго прослушивания я, наконец-таки, прочувствовал этот альбом и понял многое, переосмыслил многое. И понял, что альбом довольно неплохой. Почему люди отзываются так плохо, я не знаю. Какие плюсы хотелось бы подчеркнуть в этом альбоме, что получилось наиболее хорошо и что выделяет этот альбом от других альбомов. Последние четыре трека данного альбома очень-очень удачные, на мой взгляд. Особенно песни «Ты так прекрасна» и песни «Серенада». Это просто самые достойные песни данного альбома. На мой взгляд, у Ромы сейчас больше получается писать и исполнять лирические песни. Очень-очень красиво записана песня «Серенада». А песня «А ты так прекрасна» навевает что-то из прошлого. Очень похожий стиль на стиль из предыдущих альбомов группы «Звери». Слушаешь эту песню и понимаешь, да, тут есть свои черты группы «Звери» прежние. Поэтому я думаю, верхние песни типа «Страха нет», «Муха» из альбома, они более-таки в жестком, чуть-чуть роковом, агрессивном виде написаны. И я думаю, у Ромы сейчас такой стиль получается не очень хорошо, как раньше. Раньше молодые были, агрессивные, зверские, дерзкие. И у них этот стиль просто кипел. Сейчас, думаю, чуть-чуть у них преобладает жанр лирики. И я думаю, этот стиль у них получается довольно хорошо сейчас. И им стоит в этом направлении развиваться. Что из негатива я хотел бы подчеркнуть? Во-первых, при первом прослушивании я заметил, что очень-очень много слов из песен я не понимаю. То есть, как бы я не напрягал слух, многие слова я не понял. Или песни записаны так, или Рома спел что ли так. Не знаю. В общем, с озвучиванием вокала что-то мне не понравилось. Текст мне везде был понятен. Ну, а в целом я очень-очень рад, что группа «Звери» начинает восстанавливать свою былую славу, просто огромную славу. Вот, потихоньку записывают альбомы. И я думаю, ребята, это не самый плохой альбом группы «Звери». Так что не ругайте их. Довольно хороший альбом. Лирические песни этого альбома стоит послушать. Они очень красивые и философские. Поэтому я бы советовал Роме писать побольше таких философских, красивых, мелодичных песен. Хотел бы отдельно подчеркнуть песню «Пацифист». Просто хорошая юморная песенка с действительно хорошей актерской игрой. Если я даже не видел лица Ромы, то по озвучиванию текста этой песни все интонации передавали смысл этой песни очень-очень хорошо. Альбом не сказать, что прям он целиком хитовый и даже не легендарный. Но послушать треки из этого альбома действительно можно. Я даже знаю, что некоторые треки будут дальше жить и в его творчестве, и в творчестве других музыкантов. Я, например, в конце сейчас исполню для вас кусочек из песни «Ты так прекрасна». Она мне очень понравилась, я захотел исполнить. Поэтому при разборе других альбомов я также буду исполнять песни других артистов. В итоге ставлю 5 баллов альбому «Страха нет» группы «Зверь» альбом неплохой. Неординарный чуть-чуть, есть оригинальные черты, есть новые какие-то веяния. Послушать советую, ребята. С вами был Раи, ну а сейчас исполню песню и прощаемся на этом. Внизу есть в описании ссылочка на мой сайт, посетите его. Если понравился ролик, не забывайте подписываться на мой музыкальный блог. Если всё пойдёт по плану, если всё пойдёт по плану, Где-то в тёплом макияне мы остаемся одни. Если сразу не запалено, будет накрывать волнами. Это только между нами, никому не говори. Солнце в кристалях, в жёлтых бокалах. Знаешь, как мне тебя не хватало. Всё ищем будет, и не напрасно. Ты так прекрасно, ты. У тебя база такие, никуда не горадкие. Если подобрать простые, получается роман. Если нас с тобой разбудят, в общем, ничего не будет. Только битая посуда, так осламанный диван. Солнце в кристалях, в жёлтых бокалах. Знаешь, как мне тебя не хватало. Всё ищем будет, и не напрасно. Ты так прекрасно, ты.